всем привет друзья продолжаем наше выживание похождения в сборке all the mods 9 1 21 чтобы сделать крафт терминал нам нужно вот такая штука крафтинг интерфейс и бам и нет у меня железа совсем друзья капец опять я задница из-за этого железа счастье было так близко ладно я сейчас тогда по быстренькому спущусь пещеру быстренько наковыряю себе железе к наверно приду и сделаю семечко железо и пусть железо у меня крафтится на постоянной основе потому что я уже замучился с этим железом так два железа есть достаточно по моему сейчас посмотрим по моему чтобы сделать семечко железо мне нужно три железных слитка то что у меня есть как раз это ровно три железных слитках возвращаемся домой дробим железо на 4 куска и плавим его то есть у меня получился такой супер симбиоз двух систем есть у меня и система из мода integrated dynamics которая позволяет делать расширенные настройки позволяет делать автокрафты и при этом у меня есть дина дина сторож друзья у меня арк уже тоже в голове так что извиняюсь если будут какие-то оговорочки то это по фрейду из-за того что я еще параллельно арк поигрываю и второй сторож таблет который получается имеет доступ ко всем сундукам которые есть системе integrated dynamics это прям офигеть как круто я не могу до сих пор нарадоваться и так берем 4 слитка железа 4 tetrium essence 4 tertium essence я тоже слушал повторе последнюю по моему или предпоследнюю серию я там несколько раз называл эту эссенцию по-разному и ни разу не назвал правильно я называл ее и териум эссенция и тетриум эссенция как сейчас но на самом деле это tertium эссенция хотя по факту вообще похрен как она называется самое главное что ну вы поняли что это такое и 234 отлично ну и все в общем то осталось сделать только обычную крафтовую семечку на эти штучки 4 хотел сказать запасом даже сделал 8 вам вам и вам когда наконец-то железная семечка друзья до квест скомплит для того чтобы семечка росла мне нужна специальная почва отлично да как вы бесите вы знаете как они бесят я даже не могу передать прости меня блин майнкрафт но я уже запарился все друзья отлично теперь у меня потихонечку будет расти эссенция железа из которой мы будем получать слитки вода наконец-то чего мы вообще тут добились добились того что любое ведро с лавой которые мы помещаем в сеть она приходит вот сюда тут же выливается лава и она же отправляется сразу же в магматор который генерирует энергию а теперь чтобы закончить эту автоматизацию мне нужно сделать панельку для автокрафта вот такую к сожалению эссенция растет не так быстро походу придется мне еще раз занырнуть в пещеры и еще раз покопать железо ну давайте попробуем поискать железо здесь подводных пещерах нашел пустите меня в домик да и тут я могу сейчас выкопать это железе к нет 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 и к сожалению подводная пещера оказалась не такой уж и большой так 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 я рядом я рядом я в чем удобство моей логистической системы мне нужно допустим сделать себе хлебушек вам я подключился к домашней сети и наделал себе хлеба столько сколько мне нужно очень круто и удобно ладно тогда давайте сейчас спустимся в мою основную шахту находится она совсем неподалеку и наверно попробую сейчас блин попробую сейчас покопаться при помощи моего хаммера да отлично на ловца и зверь бежит я еще немножко покопаю поставим тут факела ну а теперь все что я тут нашел мы аккуратненько соберем и вуаля железика у озмея просто до жопы ой ну вы поняли много было бы столько железа сколько сейчас пещерах я нахожу у озмея железо нашел восемь штук у озмея полтора стака нормально да ну да ладно возвращаясь домой команда home откатилась все хорошо мне нужен крафтин интерфейс сделать его не могу из-за того что нет возможно верстаков и скорее всего нет железа железа у меня немного поэтому продолжаем использовать коппер хаммер который у меня наверное тоже уже закончился честно говоря но я могу его крафтить вот здесь по запомненному рецепту бам еще один коппер хаммер бам ну и последний кусочек железа мы тоже его раздолбили какой же майнкрафтер не любит долбить правильно все майнкрафтеры любят ходить в пещеры и долбиться но вы поняли так а если я сейчас воспользуюсь этой печкой она жарить будет быстрее потому что она жарит сразу в два слота но и жрет она тоже порядочно а да кстати друзья мы можем до автоматизировать этот момент к примеру и сделать себе вот такой импортер терминал а или как он там называется интерфейс поставить к примеру него сюда соединить с основной системой взять wearable карт и вставить ее до в любой слот импортировать все предметы output у нас снизу то есть забирать он будет именно нижние предметы ну к примеру давайте посмотрим засовем сюда сырой озме и он жарится и тут же по идее будет отправляться в систему вам да все отлично почти что apply друзья только на халяву на вот эту систему из заинтегрейте динамикс даже энергия не требуется ну и наконец-то делаем крафтинг интерфейс берем один крафтинг тейбл допустим ставим его куда-нибудь сюда и к верстаку мы подключаем вот эту панельку крафтинг терминал теперь я беру logic программер беру себе пару wearable карт и заказываю вот такой рецептик рецепт потом что-то загорелось мне не нравится не люблю когда что-то горит берем рецепт выбираем ведро лавы и забиваем этот рецепт сюда так и значит теперь мы помещаем этот рецепт сюда вуаля а теперь понять будет ли вот этот вот экспортер автоматически запрашивать крафт ведер лавы как будто бы не запрашивает так это не совсем то хоть чего я хотел сделать я хотел чтобы он запрашивал этот крафт и чтобы лава крафтилось пока не заправить полностью этот fluid танк может быть какой-то приоритет где-то указать о друзья получилось смотрите что происходит крафтятся ведра с лавой и тут же приходят в этот танк вуаля я добился чего хотел теперь лава будет крафтиться пока не забьется полностью терминал вот это вот это нехорошо по моему что забился не тот слот который надо ну ладно короче говоря мы сейчас попробуем напрячь немножко нашу энергетическую систему попросим ее подробить всякие руды которые у меня тут есть ну и сейчас начнет потребляться лава посмотрим что будет с ведром которое высвободится куда она денется и что будет со вторым ведром не тратится лава как будто бы а потратилась лава друзья а теперь потратится вот это лава или нет непонятно я боюсь что она забила лишний слот ладно короче говоря но вы поняли как бы система работает единственное что ее нужно еще до настроить может быть час чтобы не загружать эфирное время я как до разберусь с этим я вам покажу возможно просто-напросто надо указать стороны что примеру сюда ведра могут только заходить к примеру отсюда могут только забираться короче ладно давайте все хорошо все нормально работает и работает если вдруг система заглючит и встанет то я обращу на нее внимание и доделаю пока я тут занимался всевозможными крафтами автокрафтами я выполнил несколько квестов во первых я убил 5 эндерменов за это мне в подарок подарили 5 эндер перлов мод мистикала агрикалча железные семечки годится пока что это все следующее чтобы я хотел сделать оба на друзья вот это крутая вещь майнинг ауи аугмент тир 3 это прям супер и того у меня есть 9 эндер перлов я бы мог сделать себе второй терминал вот такой из мода интегрейт и динамик да с железом к сожалению беда но первая эссенция выросла и я смог сделать себе первые шесть слитков уже из эссенции осталось сделать такую панельку и осталось сделать еще одно минриловое стекло так стекло есть отлично делаем себе сначала простой терминал и теперь делаем portable терминал но portable терминал как вы понимаете просто так работать не будет его нужно за коннектить и как у меня сейчас пишет мод network должен быть залинкован правой кнопкой мыши по омни дирекционал коннектору для связи а чтобы сделать омни дирекционал коннектор это то самое что меня и оттолкнула от этого мода мне нужны лоджик директоры лоджик директоры мы можем скрафтить из кристаллизованных урус чанков так как я не могу пока что получить хорус фрукт хотя не знаю может быть как-то можно получить не знаю эндэссенцию каким-то образом получить но нет не смогу короче говоря друзья не получается какие бы варианты я не смотрел ничего подходящего нет поэтому для того чтобы сделать этот кристаллизованный хорус мне нужно сделать вот такой прото хорус а прото хорус делается из эндер перлов и минрил ягод давайте сделаем штучки 4 но по-моему этого недостаточно по-моему нужно штук 8 до чтобы получилось ведро жидкого хоруса нужно 8 штук а у меня закончился эндер жемчуг сердец эндермена к сожалению больше у меня нет поэтому мы сейчас отправляемся снова в незер и идем набивать эндер перлы к сожалению жидкий хорус но никак не перевести в кристаллизованный пока мы не наберем целое ведро значит мне нужно сейчас еще 8 эндер перлов один у меня есть значит остается еще два а и так чтобы не идти сейчас в незер неподготовленным мы сделаем кое-что интересное я бы хотел сделать себе броню из мода silent gear хоть раз в жизни попробовать это сделать никогда не делал броню из этого мода и так шлем закончилась синяя краска но у меня есть эссенция краски поэтому я могу сделать себе много всевозможной краски в этом уже проблемы нет делаем еще пару вот таких вот блюпринт пейперов ровно 24 понадобится для того чтобы сделать себе все чертежи на броню теперь же из этих чертежей мы делаем себе уже готовую броню ну и так чтобы сильно не фантазировать больше всего материала у меня это озмея мы сейчас такую броню себе и сделаем штаны есть ботинки есть чизплейт и шлем вот но как я понял это не все нужно будет еще какое-то связующее звено так нужно еще вот такая штука называется ленинг были на 5 у меня там что-то горит и так делаем себе ленинг и шерсти мы сделаем это по сути получается как подклада раз-два-три-четыре все есть готовые ботинки есть готовый шлем есть готовый чизплей ты есть готовые штаны вуаля да да детка я теперь озмеевый варьер розмей озмеевый кнайт весь в узмеи к эту броню пока что на всякий случай скину обратно в систему может быть она мне пригодится а может быть и нет одна беда как вы помните вот этих ботиночек по моему был баф на скорость до скорость плюс 15 процентов это было очень круто при этом если я их переделаю в соленгировские то они этот баф потеряют еще было бы здорово сделать что-то себе типа night vision night vision ну как бы мы можем его сделать но при помощи либо ботании либо при помощи брювери а у меня нет брювери совсем для того чтобы сделать этот брювери station мне нужен блэйз рота блэйз рода у меня тоже нет опа друзья а вот это а нет не не знаю это артефакт который надо найти в каком-то данже ну ладно друзья давайте пойдем тогда так не будем сейчас ничего выдумывать не возьму с собой немножко стрел про запас подзаряжу сейчас свой репейр кит ну и все погнали тогда в нызер смотрите друзья в чем фишка хотел показать чем фишка нет и получилось короче говоря когда ты находишься в каком-то другом мире ты можешь также работать с сетью из мода 1 а сторож 5 ты какой дина сторож сторож терминал но он не понимает как работают рецепты то есть рецепты вот через плюсик ты не можешь делать чтобы сделать себе факела мне нужно отдельно самому прописать рецепт допустим берем палочки сюда и берем уголь и теперь я даже могу накрафтить себе факелов будем засвечивать все факелами чтобы было комфортнее о да подруженька здравствуй тебя я ждал и был удивлен почему почему ты так и не появилась ни разу так факела ставим осознанно указываем факелами направление где находится мой портал так чтобы потом не искать да ну ладно серьезно есть ну ладно дай мне еще одну свою слезку вот так мы указываем направление где находится мой портал слушайте в незере можно хорошо ресурсы покопать вот эту руду я собираю не просто так это сайлингировская руда она довольно крутая из нее можно потом сделать специальную сталь а из этой стали потом а из этой стали потом получается очень хорошие инструменты и очень хорошее оружие там почему-то на меня эти пиглины не агрелись а тут а тут что-то взял загрелся непонятно так это у нас бинеотит специальный элемент для мода экстрим реакторс да вот эндермена найти не так и просто вот эндермен друзья я накаркал и тут же нашел ну здорово заходи гостям будешь хочу не можешь зайти до позиний блин я на выбивал уже куча эндерперл фрагментов я из них могу делать эндерперл конечно но там получается из четырех делается один значит мне на 2 эндерперла уже хватает слышу как хрюкает опять эндермен давайте сюда дружочек они когда находятся с тобой в одной плоскости телепортируются очень легко но когда они находятся не в одной плоскости то видите ой они тупят не могут телепортироваться ко мне тем не менее давайте так и тогда забьем ты там стоишь стесняешься давай давай подходи ну друзья спасибо по моему мне хватает я сейчас это сердечко переделываю еще в жемчуг и вуаля у меня есть 6 эндерперлов и еще два я сделаю себе из кусочков все погнали домой не будем сейчас затягивать о здравствуйте собаки ко мне через портал прошли задолбали торговцы капец просто вообще не дают ну как бы спокойно в одиночестве побыть значит делаем подождите мне сколько прото чорусов надо 1 2 по моему или больше раз-два и а нет не хватает блин ну да придется тогда час из этих фрагментов сделать еще два жемчуга раз-два ну как бы там ни было не мытьем так катаньем да мы себе все таки сделаем блок кристаллизованного хоруса или чоруса не знаю как правильно скорее всего хорус и так теперь можно делать он не дирекшнл коннектор сначала делаем logic директор 1 делаем 2 моно директора делаем два липких поршня 2 моно директора да ё-моё наконец-то и делаем он не дирекшнл коннектор тогда все друзья подключаем этот ом не дирекшнл коннектор к любому логистическому кабелю берем портабл сторож терминал и коннектим к этому коннектору вам все друзья можно радоваться жизни он работает точно так же как и сторож сканер но при этом имеем доступ сразу же и ко всем автокрафтом так чё в смысле кто меня бьет меня кто-то бьет а вот скотина блин получил засранец блин вот напугал иду что за фигня близ паудер можно получить из близ паудера мы можем сделать пока не знаю зачем мне эта штука но чуть позже я думаю мы разберемся и друзья наверное на этом я закончу эту серию спасибо всем за просмотр довольно неплохой прогресс у меня есть теперь два терминала дистанционного управления моей логистической системой всех моих инвентарей которые есть на базе и возможно даже от сторож сканера ближайшее время я откажусь а может быть даже не ближайшее время откажусь прямо сейчас а буду пользоваться только одним вот этим portable сторож терминалом потому что он также все может спокойно крафтить допустим не нужно скрафтить сундук выбираем чертеж бам сундук готов при этом если этот сторож сканер сторож сканер терминал да ё-моё тут гаста ну нежданчик да если вот этот сторож сканер работает криво и не работают рецепты не выкладываются они в других мирах то вот этот терминал вполне себе нормально может работать ну допустим мы сейчас сделаем из этого сундука софистик софистик сундук вам все чертеж выложился все работает все хорошо так что вот ты это логистика она по прогрессивнее единственное как вы поняли что очень тяжело было заполучить себе вот такой portable сторож терминал потому что на его крафт ушло 8 и 8 16 эндер перлов но эндер жемчуга если вдруг кто не понимает все друзья на этом я все-таки прощаюсь всем спасибо за просмотр всем здоровья и удачи подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите на колокольчик чтобы не пропускать новые серии всем пока не забывайте подписываться на мои соц сети телеграм вконтакте дискорд все ссылки есть в описании к видео а если кто-то чувствует себе какую-то нотку шейха и готов или хочет поддержать меня какой-то звонкой монетой то добро пожаловать на busty ссылка на busty тоже есть пока пока